Тезер. Это тема, которая пролетела в последние несколько дней на таких больших каналах, как CryptoFamily Юра Франциско и Рафаэль Слезы Сатоши. Оба этих канала совместно затронули тему банкротства, потенциального банкротства или же потенциальной отвязки и как следствие банкротства Тезера. В общем, много было сказано, много было намеков на то, что в самое ближайшее время у Тезера и у USDT начнутся серьезные проблемы. И, конечно же, это все повлияет на весь крипторынок и повлияет на наше с вами благосостояние, как инвесторов, которые инвестируют деньги на рынки криптовалют. Что нужно знать про вот данную тему касательно высказываний двух этих больших инфлюенсеров, а также касательно того, что мы имеем с вами по факту, я бы и хотел рассказать в этом видеоролике. Ну и также поделиться мыслями касательно того, насколько эти события вероятны или же нет. Нет. Оперировать мы будем с вами в вероятностных величинах. Сразу хочу сказать, что у меня отсутствует хрустальный шар или же какие-то другие магические элементы, которые бы помогали с точностью определить будущие события. Поэтому все, что я буду говорить, буду говорить с вероятностной точки зрения и основываясь на каких-то логических умозаключениях и основываясь на фактах. В общем, тема тезера, тема банкротства USDT в этом видеоролике мы с вами разберем. Но вначале очень коротенькое объявление. Не так давно я запустил свой токен, токен моего комьюнити M.com. На сегодняшний день капитализация находится в диапазоне 500-600 тысяч долларов, то есть токен стоит какие-то копейки. Но, друзья, этот токен принципиально отличается от того 99% того, что есть на сегодняшний день на рынке. И если получится реализовать все эти задумки, которые есть, то капитализация может вырасти кратно, в десятки, а возможно даже и в сотни раз. Не спешите, друзья, судить меня строго. Не спешите, скажем так, судить книгу по обертке. А если вам интересно, что это за такой проект и почему он имеет подобный потенциал, то досмотрите этот видеоролик до конца. Я не буду тут вначале грузить и отнимать ваше время и внимание, понимая, что большинству из вас, возможно, это неинтересно. Поэтому, если вы заинтересованы в этом, если я вас заинтриговал и вы ищете недооцененные активы, то смотрите это видео до конца. Ну, а мы, собственно, продолжаем и мы начнем с вами с нескольких отрывков. Как я уже и сказал, это Юрий и Рафаэль. Посмотрим, что же такого они говорят и, собственно, на их суждениях попробуем пробежаться по фактам и, соответственно, понять, что из того, что они говорят, заслуживает внимания, а что является, скажем так, сгущением, излишним сгущением туч. В общем, несколько минут Юрия, сразу же посмотрим Рафаэля и, собственно, подискутируем с вами на тему того, насколько эти заявления жизнеспособны. По поводу того, что скажет Павлу и так далее. Поэтому, часть декабря может быть на понижение. То есть, есть определенные объективные риски. Первые риски – это до 13-го числа нужно выполнить the listing USDT. Вот это интересная новость. И поэтому, в принципе, все складывается. То есть, насколько еще разгонят, в принципе, наши шиткоины в виде альткоинов, мы не знаем. Но, если в какой-то момент биржи начнут массово отказываться от USDT, куда польется ликвидность? Давайте подумаем над этим вопросом очень и очень внимательно. Представьте себе, что завтра на вашей бирже, а у вас там много активов, которые раньше вы торговали по старинке к USDT. И сегодня вы такие, оп, а к USDT торговать нельзя. А есть ли пары ваших шитков к USDC? И тут становится вопрос, блин, нету. А что будет дальше? Введут эту пару, то есть, раньше торговали к USDT, а сейчас к USDC. И что получится? Что на рынке ликвидности USDC недостаточно. Помните, мы когда-то с Джереми Аллаиром делали интервью такое небольшое, импровизированное. Я там задавал вопросы, он отвечал. У меня, к сожалению, сохранилась только аудиозапись. Тогда я сделал вывод по этому всему, что действительно будет увеличение эмиссии Евросии и USDC. Почему? И теперь мы видим, почему. Потому что USDT не поддерживается по регуляторным мерам. Поэтому я думаю, что нужно быть предельно аккуратнее в этом диапазоне дат, когда эти новости начнут догонять рынок. И когда все это начнет происходить, будет перед трейдерами два выбора. Либо выводить свои монеты куда-то на сторонние кошельки. Во-вторых, многие люди будут избавляться от USDT. Но объективно я бы тоже избавил. Я давно об этом говорю, уже не первый год. Держитесь в белом поле. Все соблюдайте. Законы, налоги и так далее. Держитесь подальше от Черноги. Я тут у них серых съем. Все. Это то, что я говорил. Поэтому я рекомендовал быть в USDC. Поэтому что могу сказать? Ну, это мнение Юрия. И коротенькое мнение Рафаэля. У них был совместный стрим. В общем-то, Юрий продолжил этот вопрос. И я так понимаю, что на этом они не закончат эту дискуссию. И я расскажу тоже, почему. Ну, собственно, как инфлюенсер, очень честный ответ на этот вопрос будет буквально через несколько минут. Рафаэль, твое мнение честное. Очень коротко. Как думаешь? Реально будет? Я повторюсь коротко. Я повторюсь коротко. А более подробно мы у тебя можем действительно это обсудить. Важная тема. Я думаю, что стейблкоин, USDT становится подным рынок. Рынки, европейский рынок защищают от него. Готовясь к тому, что, по всей видимости, произойдет. Американский рынок криптовалюты ровно так же пойдет по этому же пути. И мы совсем скоро снова и снова услышим ровно то, что уже звучало в целом. USDT уберут с американским мир в том числе. Люди, осведомленные и приближенные, начнут использовать стейблкоины, USDT, по сути говоря, то, что может навредить рынку. Не только ему помочь. Скорее всего, приближенные люди эти стейблкоины начнут переливать. Переливать уже, скажем, особо даже не выбирая куда. Лишь бы перелить. Потому что это куда-то нужно деть перед хаосом, который может начаться. А хаос, скорее всего, будет связан с проблемами компании Tether и стейблкоином USDT. И после сумасшедшего роста на фоне перетекания лекции из стейблкоина USDT во все практически подряд, со стороны приближенных изнатайминга этих событий, последующий, возможно, даже скам USDT приведет к обвалу рынка. Когда рынок осознает, что очень много активов покупалось за то, что не было обеспечено. Соответственно, переоценивано. И это может в результате, конечно, обвалить рынок. Но здесь очень важно. Дай бог, чтобы стейблкоин USDT не завершил свою жизнь в ближайшие несколько месяцев. А через полгода и в течение ближайших нескольких месяцев приближенные к, соответственно, имитенту стейблкоина, переливали в натуре это в наш олиткоин. Мы нашли в себе силы, справились со своей жадностью. Подчеркну, я жадный. Я постараюсь справиться с этой жадностью. И продать мы увидим, наверное, обвал. И одним из предвестников и черных лебедей, как мне кажется, будет именно Tether. Вот такие мысли, друзья. Ну, конечно же, пожелаем Рафаэлю удачи продать на пике. Тут без удачи очень сложно. И там уже горе оно все огнем. Но, как я и сказал, первый самый важный ответ на вопрос, почему эта тема поднимается. Все очень просто, друзья. Эта тема очень резонирует. И я эту тему тоже, собственно, взял для обзора, для видеоролика. Потому что она резонирует у каждого. У каждого есть USDT-шки где-то на холодных кошельках, на горячих. Кто-то держит на бирже. Но у каждого у нас есть какое-то количество. И, конечно же, мы беспокоимся за то, что же будет с этими деньгами. И вот подобные новости. Они покупают наше с вами внимание. Поэтому, конечно же, мы увидим еще не один диалог со стороны вот этих ребят. Касательно того, будет ли банкротство USDT или же нет. Теперь же, друзья, ну вот про Юрия можно справедливости. Не из-за того, что я хочу захейтить. А справедливости ради отметить, что про Ripple они говорили ровно то же самое. Что это очередной скам. Что скоро все это сдуется. В итоге, где находится Ripple от тех значений. Ну, там, X, 4, наверное. Мы с вами наблюдаем. И, в общем-то, не пахнет, не пахнет никаким скамом. Давайте попробуем понять, а какая информация на сегодняшний день вообще существует, собственно, на рынке касательно делистинга. Кроме вот этих вот домыслов и умозаключений. Если мы откроем с вами Google и вобьем USDT делистинг, то есть то, о чем говорит Юрий и то, о чем говорит Рафаэль, то мы, по сути, найдем с вами буквально несколько, совсем несколько публикаций. Одна из них вот на bitcoin.com. Это то, что Coinbase должны делистить. И, собственно, все. То есть больше какой-либо информации официальной касательно этого вопроса нет. Если мы откроем bitcoin.com и почитаем, что же там такого написано, то действительно европейская комиссия обязала Coinbase, соответственно, так как USDT не соответствует регуляторным требованиям, ну, что-то с этим сделать. Либо как-то на них надавить, либо, собственно, делистить их с биржи. Дальше, друзья, на Binance. Вот я не знаю, это, я так понимаю, форум. И здесь, как мне показалось, очень классный анализ, который разложил всю эту ситуацию по полочкам. Я при помощи ИИ, друзья, сожму для вас эту информацию, переведу, дам какие-то комментарии и выложу у себя в Telegram-канале. Ссылка на него будет в описании. Поэтому, если интересно, соответственно, вот эти тезисы, собственно, почитать в сжатом виде, чекайте описание, подписывайтесь на Telegram, там, в общем-то, много всего интересного. Но если пройтись по главным, по главным, наверное, критериям, которые есть в этой статье, их тут очень много, и они, на мой взгляд, достаточно здравые, это то, что касается все это, в первую очередь, Европы. Европа – это бюрократическая страна, и что они только не запрещали. Ну, то есть запрещают, потом происходит какое-то давление, и вновь они там что-то разрешают. Это бюрократы. Как мы с вами знаем, бюрократия – это большое, огромное бремя для экономики. Например, там, Маск на сегодняшний день, вкупе с Трампом, будут и, скажем так, декларируют одним из главных политических векторов – это борьба с бюрократией. Потому что бюрократия, друзья, убивает рост. То есть чем больше бюрократии, чем больше к тебе требований, чем больше каких-то норм ты должен выполнять, тем сложнее тебе создавать какую-то value для общества. То есть ты, в первую очередь, занят какими-то бумажками, а не тем, чтобы думать над продуктом, думать над его развитием и так далее. То есть бюрократия – это большое бремя для экономики. И у Европы, на самом деле, вопрос ровно тот же самый. Либо они начнут процесс по упрощению правил, по дерегуляции, либо они превратятся через 20-30, возможно, чуть больше количества лет, но я думаю, что 20-30 – это максимум, в некий такой музей. Музей под открытым небом. Да, классная архитектура, да, очень красиво, классная история. Но на этом все, потому что нет людей, никто не хочет создавать бизнес, но никто не едет в Европу ради создания какого-то нового технологического проекта, ради какого-то криптопроекта, либо даже ради производства чего-то физического. Потому что огромные регуляции, огромные налоги, и все это, конечно же, пока что Европа существует над тем, что было создано ранее. Поэтому дерегуляции – это то, что мы в какой-то момент с вами увидим. Но если говорить с вами про тезер, немножечко такой офф-топщик, то все, что касается тезера – это исключительно Европа. Возникает вопрос, и как вот сказал Юрий, или, по-моему, Рафаэль, кто-то из них, что Соединенные Штаты пойдут по этому же пути. И вот тут, друзья, я принципиально не согласен с этим мнением. Давайте откроем резервы. Резервы тезера. Что же там такого в этих резервах находится? Мы видим с вами 83, ой, прошу прощения, 83% – это трижеря. 11,9-12% – это овернайт репо с федом. То есть 90 плюс дальше – это, в общем, money market funds и так далее. То есть резервы тезера практически на 100%, за исключением там какого-то пару процентов биткоина и что-то, возможно, какие-то non-US treasury bills, ну, то есть какие-то 0,09%. Смешно. Вот, практически на 100%, на 97% – это все, что завязано на американское правительство. То есть 80% – это трижеря и 12% – это обратное репо. То есть это ликвидность, которую они овернайт, каждый день дают ФРС для того, чтобы он мог менеджить свою систему. И вот теперь, смотрите, американцы, которые, ну, у них большое количество проблем, у них долги покупать некому, берут и сознательно убивают вот этого покупателя, который держит активов на 125 миллиардов долларов. Господа, вы в своем уме? Вы серьезно думаете, что это имеет место быть? Я еще раз не ванга, и, возможно, действительно, какие-то другие процессы, более сильные, более сильные, окажут на все это дело влияние. И, действительно, Тезер развалится, как некая единица, и банкротство, и массовые распродажи Тезера, отвязка от один к одному, перетекание куда-то непонятно куда. Вы действительно так думаете? Ну, то есть, вот, это может произойти, исходя из того, что мы с вами рассмотрели? Ну, то есть, могут быть, может, смотрите, любое событие имеет место быть. То есть, по теории вероятности, вы можете выйти на улицу и встретить динозавра. Ну, то есть, статистически и теоретически, гипотетически, это событие имеет, ну, имеет какую-то вероятность. Но, с практической точки зрения, ну, вряд ли. Поэтому, если говорить, вот, глядя на этот расклад, на мой субъективный, опять-таки, взгляд, вероятность банкротства Тезера, она, ну, скажем так, крайне низка. Я бы отдавал, вот, на чаши весов, обанкротится, не обанкротится, произойдет отвязка или не произойдет. Я бы все-таки больше вероятности сказал, что не произойдет и не обанкротится, нежели чем произойдет и, соответственно, обанкротится. Второй момент, который мы должны с вами знать касательно Соединенных Штатов, это то, на чем, собственно, также выехал Трамп во время своей предвыборной гонки. Это заигрывание с крипто, с криптонами. Рассказы про биткоин, про то, что биткоин станет резервом, что его примут на балансы и так далее, и так далее. То есть, огромный бизнес в Соединенных Штатах уже построен на рынке криптовалют. Он уже интегрирован настолько сильно в финансовую систему, что, ну, вырвать его безболезненно не получится. Ну, сколько в ETF-ках на биткоин, как минимум, залито. То есть, 125 миллиардов долларов – это такой, скажем так, аппендикс, который связан напрямую с государством и с ФРС. Десятки миллиардов долларов запарковано денег налогоплательщиков и избирателей, соответственно, пенсионные счета и так далее, и так далее. То есть, да, это не институционалы, да, но это избиратели. Соответственно, если на 40 миллиардов или на сколько там уже в ETF-ках загружено, если убрать Grayscale или 50, ну, в общем, десятки-десятки миллиардов долларов. Ну, то есть, что-то с этим рынком произойдет, это будет очень больно для правительства. Соответственно, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что бизнес-интересы, так как это все дойная корова, ну, то есть, это дойная корова, это ETF, это комиссии, это арбитраж, это залоги и так далее. То есть, это на сотни миллионов долларов исключительно выручки, а то и на миллиарды долларов выручки, прямой бизнес интересов ежегодный. Это политические интересы с точки зрения того, что вы заигрывали с этой аудиторией, а сейчас вы придете и скажете, что мы все режем, регулируем и идем по пути, значит, убивающей себя и закапывающей себя Европы во главе с кучкой демократов, бюрократов, да? Про демократов было прошлое видео, друзья, аж оттуда меня. Вот, ну, мне это видится очень слабым. То есть, у тебя есть очень понятные интересы и совершенно непонятно, почему это надо убивать. То есть, вот это вот мышление, например, Рафаэля, он часто говорит о том, что биткоин будет стоить ноль, но с тех пор биткоин уже x2 плюс-минус. Вот, и намека на то, что он будет стоить ноль, нету. Это мышление такого криптона, который привык заработать на пампе, купить задешево, как только визит памп, окешиться и, соответственно, дальше уйти заниматься какими-то другими делами. Большие ребята играют в игры под названием бизнес. И да, ты можешь один раз покушать шашлык и убить эту корову, а можешь очень долго пить молоко, кушать сыр, кушать сметанку и так далее, и так далее. Да, один раз ты можешь заработать там десятки, возможно, сотни миллиардов долларов. А дальше что ты с этими деньгами будешь делать? Потому что наше же мышление, ну, людей, условно, у которых нету миллиардов или сотен миллионов долларов, оно достаточно прагматично. Я хочу домик в Европе, хочу там где-то еще домик, хочу, не знаю, квартирку, может быть, какую-нибудь себе там, не знаю, в Соединенных Штатах где-то прикупить в качестве, а вдруг, а мало ли, где-то там, не знаю, в Тае недвижимость, чтобы там что-то капало и так далее. Ну, то есть, вот наше мышление, оно такое, у нас есть дефицит в жизни, да, и есть наши вот хотелочки, которые мы хотим удовлетворить. Видите, поэтому мы мыслим категориями того, а вот был бы там, было бы пару миллиончиков еще, я бы их туда бы там, а вот еще миллиончик, я бы туда его засунул. У людей, друзья, у которых, ну, скажем так, все уже есть, да, есть там 5 машин, 5 квартир, да, 3 портсигара и прочее, то есть, у них мышление немножко другое, оно связано с созданием активов. То есть, да, ты получил эти 100 миллиардов долларов, дальше что ты с ними будешь делать, что ты купишь на них, ну, то есть, куда ты их будешь девать. А так у тебя есть вполне себе рабочий, понятный бизнес, который масштабируется и который, соответственно, развивается. Ты можешь на этом очень долго зарабатывать себе на свои хотелки и при этом создавать долгосрочные активы, потому что мышление богатых людей, мышление предпринимателей, мышление правильных инвесторов, я не говорю сейчас про криптоинвесторов, которые вот мыслят категориями памп, кэш и что-то другое, это создание активов. И когда мы говорим про вот эту всю инфраструктуру, у нас идет большое переплетение как государственных интересов, так и интересов частных граждан, так и бизнес-интересов. И все эти интересы имеют ровно один вектор на развитие этой индустрии и на ее долголетие, благополучие и процветание. Да, возможно, есть какие-то люди, которые бы хотели сыграть в эту игру и теоретически, как я сказал, любое событие может произойти, но, опять-таки, ради каких интересов, ради чего это должно все произойти. Поэтому, на мой такой субъективный, друзья, взгляд, что вот все эти разговоры про отвязку тезера, безусловно, наверное, в каком-то процентном выражении имеют место быть, но с точки зрения факторов и обоснований это не более чем красивая история, которую можно побатить аудиторию, набрать себе там подписчиков, охватов и так далее. Это то, чем тоже сейчас занимаюсь я, но, скажем так, на мой, опять-таки, субъективный персональный взгляд, донося до вас более рациональную, более трезвую, более глубокую аналитику, нежели чем, а вот 13 декабря или 14 декабря или что-то там на основании каких-то гипотез, домыслов и так далее. В общем, такие мысли теперь же, друзья, давайте расскажу про свой токен и почему же он может быть вам интересен. Смотрите, друзья, какой на сегодняшний день, какую функцию выполняет на сегодняшний день тезер. Тезер для того, чтобы оставаться, скажем так, выйти из, как бизнес-концепта, из серой черной зоны и стать полноценным многомиллиардным бизнесом, был вынужден стать частью финансового шлюза. И, собственно, деньги государства, туда, значит, правительство сливает долги, ФРС использует ликвидность для того, чтобы решать свои какие-то задачи по управлению системой, то есть интегрироваться полноценно в большую финансовую систему. Но с точки зрения классических финансовых инвестиционных инструментов у криптовалютного рынка на сегодняшний день нет прямого шлюза с рынком фондовым. То есть если вы хотите проинвестировать деньги, например, в какую-то, не какую-то синтетику, например, там, а-ля CFD, то есть какой-то, не знаю, какой-то токен, который якобы перформит то, что делает какой-то там другой актив. Насколько мне известно, подобные решения есть. А именно то, чтобы имело какую-то, какие-то реальные активы в виде обеспечения. То есть у тебя нету этой прямой возможности. Многие люди скажут, а для чего такая возможность вообще нужна? Ведь на криптовалютный рынок приходят за другим. И действительно, друзья, отвечая на второй вопрос, на криптовалюты приходят за более высокой доходностью. И здесь и сейчас мы видим начало альтсезона или там его какую-то фазу, мы точно не знаем, но мы видим достаточно горячую фазу, где многие инструменты просто-напросто улетают вверх. Тот же TRX взлетел на несколько раз. Буквально перед записью этого видеоролика половину этой позиции я закрыл и написал своим студентам делать то же самое. И многое-многое другое. То есть рынок сейчас перформит и действительно фондовый рынок, наверное, не очень интересен. Но, друзья, а что происходит все остальное время? То есть когда мы не находимся в этой горячей, благоприятной, такой классной, эйфорической фазе для инвесторов, рынок находится в таком депрессивном состоянии. И, конечно же, в этот промежуток времени зачастую фондовый рынок все-таки продолжает свой рост. Более того, вот когда этот рост криптовалют, он закончится. А мы с вами знаем, что он длится. Он, к сожалению, для нас ограниченное количество времени. Ну, максимум там полгода, восемь месяцев. И далее мы наблюдаем с вами закономерную медвежку. Происходит то, что криптовалюты начинают в основе своей падать и возникает спрос, а что делать с этими деньгами? Ну, вот у тебя был, не знаю, там тезер, да? Тезер страшно держать, а вдруг Юрий и Рафаэль окажутся правы. Непонятно, куда это парковать. И в этот момент времени, безусловно, вот эти альтернативные решения могут стать очень, скажем так, интересными и получить достаточно большой запрос. Потому что я не хочу уходить из крипты, как вот из некой такой системы. Мне комфортно тут, я жду следующего альтсезона. Но этот промежуток времени я хочу просидеть не просто в тезере, а хочу просидеть, например, в фондовом рынке, который большую часть времени растет. Второй момент, друзья, это налоги. Многие, кто заработал деньги на рынке криптовалют, для того, чтобы их окэшить и переложить в фондовый рынок или в какие-то другие инструменты, должны, в общем-то, заплатить налоги. Ну и санкции, друзья. Многие просто не имеют технической возможности для того, чтобы, собственно, совершить вот этот вот перелив. Ты можешь окэшить, ты можешь даже вывести фиат. Но за счет санкций доступа к многим инструментам у тебя нет. Соответственно, друзья, идеей моего проекта, моего токена, финальной идеи, является как раз-таки трансформация из вот этой вот гусеницы, которую этот проект, этот токен является на сегодняшний день, в полноценную бабочку, которая станет вот этим шлюзом между криптовалютным рынком и рынком фондовым, где, соответственно, будет открыт либо фонд, либо как-то мы это с вами сделаем уже, какую-то юридическую оболочку, где уже будут реальные активы. То есть будут акции, будут какие-то ETF, будут какие-то commodities и так далее, и так далее. То есть это будет полноценный фонд, в который вы сможете, покупая этот токен, проинвестировать свои деньги. Для того, чтобы это сделать, у токена должно быть две составляющие. Первое, у него должно быть достаточно большое комьюнити, то есть большое количество держателей и людей, которые в него верят. А второе, это капитализация. Капитализация должна быть, я думал, на самом деле 15-20 миллионов, сейчас понимаю, что этой капитализации недостаточно. И об этой трансформации можно будет говорить при капитализации 50-100 миллионов, а возможно даже и больше. Кто-то скажет, это недостижимые цели, друзья. Но посмотрите на огромное количество инструментов, которые торгуются с гораздо большей капитализацией, которые вообще из себя толком ничего не представляют. Поэтому я думаю, что это достаточно реалистично. И, собственно, за счет роста комьюнити, за счет роста капитализации, в какой-то момент времени мы сможем сделать этот пивот. Было бы очень круто, друзья, что как раз за ближайшие 3-6 месяцев, пока у нас потенциально длится вот эта фаза, мы бы успели сделать этот пивот. Сейчас данный токен торгуется на Блюме. Соответственно, там нужно набрать достаточно аудитории и достаточно капитализации, чтобы перенести этот токен на CX. Там, соответственно, мы должны закрепиться и тоже показать определенный рост и дальше уже делать трансформацию. И если, конечно же, ну это прям супер оптимистичный план, то есть за эти полгода условные мы это сделаем. И как раз люди, которые будут кешиться свои X на протяжении этого времени, получат классный инструмент парковки своего капитала в длинную. Теперь же, друзья, еще про что я хотел рассказать. Откуда вообще эта идея родилась? Дело в том, что абсолютно любой токен это своего рода некая пирамида. То есть есть начальные покупатели и капитализация растет за счет того, что, собственно, приходит новая аудитория, новая аудитория, новая аудитория и так далее. И логично, что я как фаундер сталкиваюсь с соблазном, как человек, который держит больший стейк, у меня порядка 50% данного токена, я хочу тоже получить какой-то pay-off. И тут получается ситуация следующая. Либо я продолжаю условно не продавать, не продавая свой токен, продолжаю на этот токен работать, создавать продукты. Вокруг этого токена на самом деле уже есть определенные информационные продукты. Если вы держите 100 долларов, вы имеете доступ в закрытые комьюнити, где я делюсь банковской аналитикой, которую покупают для себя от Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America. То есть ключевые отчеты, которые помогают мне лучше понимать, что происходит на рынке и лучше принимать решения, я самые важные отчеты публикую в этот чат. Со следующего года у нас будут торговые роботы и так далее, и так далее. То есть есть практическая польза. Но тем не менее, сам факт того, что в какой-то момент времени я хочу и потенциально могу захотеть окэшить. И в итоге свой стейк, или какую-то его большую часть, в итоге получается так, что либо ты работаешь на комьюнити, и комьюнити только лишь зарабатывает деньги, соответственно, кто-то купил на тысячу, продает за 20, спасибо, Андрей, и так далее, и так далее. А ты, собственно, ну не получаешь никакого пей-оффа. Либо же ты разгоняешь капитализацию, и дальше, собственно, кэшишься в комьюнити, и потом тебя говорят, вот ты, собственно, мудак, продался в нас, распродал нам этот говно-токен, а теперь, а что дальше? Соответственно, у тебя мотивации качать его больше нет, у тебя нет ни хрена, да? Ты все продал, и мы остались с этим токеном, который никому не нужен. И это, к сожалению, 99% криптовалютного рынка. Поэтому для того, чтобы получить ситуацию win-win, и родилась вот эта идея о создании шлюза. Соответственно, все те, кто на начальном этапе заходят в этот проект, все те, кто являются его ходлерами, холдерами, людьми, которые верят, которые поддерживают и пройдут весь этот путь трансформации от токена, который существует на Блюме, до токена, который существует на сексе, и до вот этой фактической трансформации, они получат максимальный pay-off, потому что там у тебя появляется огромная ликвидность, то есть уже против этого токена образуются реальные активы, и, соответственно, ниже этих активов, которые будут лежать уже на каком-то счету, например, на брокерском счету, у тебя уже цена просто физически упасть не может, потому что у тебя возникают возможности для безрискового арбитража. И, соответственно, у тебя появляется огромный спрос на конкретный продукт. То есть люди покупают уже не просто комьюнити токен, они покупают конкретный инвестиционный фонд, соответственно, с какими-то компонентами, которыми им могут потенциально быть интересны. И в итоге тут получается история, как по теории игр у тебя вин-вин-вин. То есть я получаю максимальный pay-off за счет реализации всех этих стадий, как фаундер, получаю огромную ликвидность, хочешь потом кэш, хочешь не кэш, потому что у тебя, опять-таки, огромный спрос на конкретный готовый продукт. И комьюнити, собственно, получает pay-off, потому что никто в этой комьюнити не кэшится, и все живут одной идеей вот этой вот трансформации. Поэтому, друзья, если вам эти разговоры срезонировали, ссылка для покупки моего токена будет в описании. Сразу же хочу сказать, что мы на пороге обновления all-time high, и ближайший подобный токен торгуется на сегодняшний день с капитализацией практически 5 миллионов. То есть даже в рамках Bloom мы недооценены в 10 раз. Да, там чуть-чуть побольше комьюнити, это правда, но, соответственно, эта комьюнити может очень быстро вырасти, и, в общем-то, оценки могут достаточно быстро сравняться, не говоря уже про выход на секс и так далее, и так далее, про то, что я вам рассказал. Поэтому, друзья, если интересно, ссылочка для покупки в описании, присоединяйтесь, ну, в общем-то, риски, безусловно, тут есть, гарантии. Никаких гарантированного дохода на рынках не существует, но с точки зрения риска и реворда, мне кажется, это очень интересное решение на сегодняшний день, потому что, ну, если все получится, то иксов там будет огромнейшее количество, и дай бог, чтобы все получилось. В общем, всем спасибо большое за внимание, если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, как я и сказал, выложу мысли очень классные по поводу вот того, что все эти разговоры про Тезер – это фуд. И, собственно, если интересно стать частью комьюнити, то также чекните описание, там есть ссылка на чат, ссылка на канал и ссылка, в общем-то, для покупки данного токена. На этом у меня все, друзья, Андрей Михайлес был с вами, надеюсь, видео понравилось, увидимся, пока-пока.